Сентябрь 1942 года. Сталинградская битва. 6-я армия Паулиса, усиленная 4-й танковой армией Готта, рвется к Волге. В Сталинграде идут упорные уличные бои. Бойцы и командиры двух наших армий, под командованием генералов Шумилова и Чуйкова, ожесточенно отбивают атаки превосходящего по силе врага. Красноармейцы яростно дерутся за каждый квартал города, каждый дом, каждый этаж, но враг силен и его продвижение неумолимо. 17 сентября вражеские танки прорвались на улицы Саратовскую и Коммунистическую и разрезали группировку советских войск. Положение было критическим и защитники города стали нести большие потери. И вдруг в небе появилась девятка наших илов. Они на мгновение зависли над местом боя. Видно было, что ведущий оценивает обстановку и уже через несколько секунд штурмовики ринулись на противника. Ведущий скинул первую бомбу, обозначая место цели. И далее, из боевого порядка круг, самолеты один за другим стали кидаться на врага. Первый круг бомбы, второй реактивные снаряды, третий пушки, потом пулеметы. Немецкие танки начали гореть один за другим. Враг дрогнул и стал отступать. А штурмовики продолжали почти в упор обстреливать отходящих фашистов. Возглавлял штурмовую группу командир эскадрильи 504 штурмового полка 226 авиадивизии старший лейтенант Пстыга Иван Иванович. На тот момент это был опытный летчик. Но что такое опыт на войне? Еще три года назад молодой 22-летний Иван Пстыга, выпускник Энгельского военного авиационного училища летчиков, был назначен в 211-й бомбардировочный авиаполк Одесского военного округа. Служить ему предстояло на двухместном бомбардировщике Су-2. Эти самолеты были новыми и только что стали поступать в войска. Су-2 или ББ-1, советский ближний бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, разработан в конструкторском бюро Павла Сухова. От других советских самолетов данного класса отличался передовой технологией изготовления и хорошим обзором из кабины. Первоначально предполагалось выпускать самолет целиком из металла, однако дефицит алюминия в СССР не позволил осуществить это прогрессивное решение. Су-2 имел поршневой мотор мощностью 1100 л.с., что позволяло ему развивать максимальную скорость до 465 км в час. Дальность полета была 1190 км, а бомбовая нагрузка 600 кг. Вооружение машины составляли 5 пулеметов калибром 7,62 мм. Экипаж машины состоял из двух человек. Производство Су-2 было прекращено в начале 1942 года, когда закончились машинокомплекты, эвакуированные из Харькова. Всего было построено 893 данных самолета. В апреле 1941 года 211-й бомбардировочный вышел на полевой аэродром у реки Днестр, и тут в полку участились тревоги. Редкие дни обходились без них. Молодые пилоты, штурманы и техники бежали к самолетам, подвешивали бомбы, заряжали пулеметы. Иногда звено, реже эскадрилью поднимали в воздух, то летали строем, то на полигонное бомбометание. Затем у командиров проверяли содержимое чемоданов, с которыми они являлись по сигналу тревоги, и следовал отбой. Ни у кого в то время не было сомнений, что скоро начнется война. Скрыть накопление гитлеровских войск возле границ Советского Союза было невозможно, и вторжения ждали, и к нему готовились, как могли. Последняя учебная тревога в полку была поднята 22 июня, как выяснилось позже, за 20 минут до начала войны. Сначала все шло обычным порядком, но потом начались странности. Вроде все сделали, но команды отбоя нет. Через полчаса поступила команда разрулить самолеты, рассредоточили самолеты по периметру аэродрома. Новая команда замаскировать самолеты. Сигнал нехороший, но деревья для маскировки тоже были присмотрены. Срубили, замаскировали. И тут штурман Ивана Пстыга, Александр Демешкин, веселый по характеру парень, вдруг помрачнел и прямо бухнул. «Это война, командир! Не каркай!» – ответил ему Пстыга. Но штурман был прав. Мерно гудят моторы. Курс на запад. Су-2 вышли на скопление войск противника на шоссе. С небольшими интервалами между колоннами границы двигалась немецкая военная техника и автомашины с людьми. На появление советских бомбардировщиков враг даже не отреагировал. Видно, гитлеровская пропаганда явно перестаралась, полагая, что летать могут только немецкие самолеты. А все советские сгорели на аэродромах. Заход на бомбометание, боевой курс, прицеливание, сброс. Стыга не видел, как легли бомбы. Летчику плохо видно, а штурман Демешкин радостно крикнул. Цель накрыта, но тут же заработали зенитки. Стреляли немцы в попыхах и не точно. «Иван, глянь, какие фиалки цветут!» — весело крикнул Демешкин, показывая на разрывы зенитных снарядов. Но Стыга был весь на нервах и сердито ответил. «Ты попроси, может, поближе поднесут». Из-под зенитного огня самолеты вышли благополучно, без единой царапины. Весь полет длился часа полтора, и уже скоро они были на своем аэродроме. Первый вылет эскадрильи прошел удачно и без потерь, но вот в следующем уже был сбит один бомбардировщик. Причем своими же истребителями. Пролетая над одним из наших аэродромов, Стыга заметил, как в небо взмыли несколько МиГ-3. Вот и хорошо, под прикрытием лететь спокойнее, подумал он. Но МиГи вели себя агрессивно. Один из них атаковал самолет ведущего командира эскадрильи капитана Гудзенко. Су-2 задымился и пошел на снижение. Стыга в недоумении начал раскачивать свой самолет из стороны в сторону, показывая звезды на крыльях. Только спустя много лет, уже после войны, Стыга узнает имя пилота-истребителя. А пока тот, увидев свою ошибку, начал энергично делать своей машиной различные эволюции, сбивая с боевого курса своих товарищей и обозначая, что летят свои бомбардировщики. Пилот сбитого Су-2 капитан Гудзенко выжил, а вот штурман эскадрильи Семенов был убит. Целый месяц совершали налеты бомбардировщики 12-го авиаполка на вражеские позиции. Разрушали железнодорожные станции и переправы через реку Прут, бомбили вражеские колонны на марше. Потеря в самолетах в полку была не очень значительная, а вот штурманов за это время потеряли много. Дело в том, что летчиков в бою спасала бронеспинка кресла. Штурман же сидел сзади, спиной к пилоту, и практически был не защищен от пулеметного огня миссершмиттов. Но 21 июля 1941 года стал трагическим для полка. Две девятки, 18 самолетов Су-2 вышли на боевой курс. Целью была очередная переправа, в этот раз советских пилотов встретил ураганный зенитный огонь, и половина самолетов была сбита над переправой, а потом прилетели мессеры. Они яростно набросились на наши тихоходные тяжелые машины, группа распалась, и каждый отбивался сам как мог. Пстыга потерял из вида своих товарищей, и, удирая от преследования, нырнул в попавшиеся редкие облака. Это его спасло, миссершмитты его потеряли. Вдруг голос штурмана Демешкина. «Командир, справа Пегий!» Так пилоты называли Су-2 за раскраску фюзеляжа и камуфляж. По номеру определили, что это машина Алексея Мальцева, но пилот летел не туда, куда надо. Пстыга обогнал его, покачал крыльями. Пегий пристроился за самолетом Ивана. Но пилот вел себя странно. То отставал, то сбивался с курса. После приземления оказалось, что Мальцев был тяжело ранен, и как только он заглушил мотор, то сразу потерял сознание. А его штурман был убит. Так, из этого задания, из 18 самолетов вернулось всего два, а из 36 членов экипажа – трое. Но день еще не закончился. Снова вылет. Старшим назначили Пстыга, и он повел группу из шести оставшихся в полку бомбардировщиков на ту же переправу. Немцы уже восстановили понтоны, и по наведенному мосту снова движутся войска и военная техника. Первое звено бомбит и переправу, и то, что возле нее. Второе звено закрепляет работу. И снова зенитки, и снова мессершмитты. Вражеские истребители повторяли свои атаки одну за другой. В самолет Пстыга попали, язык пламени колыхнулся на правом крыле. Демешкин пожара еще не заметил, и вел перестрелку с мессершмиттами. «Падает, падает!» – закричал он радостно. «Смотри, я мессера срубил!» И действительно, за одним из вражеских самолетов потянулся дымный след. И вдруг очередная пулеметная очередь прошила Су-2 и угасла за бронеспинкой пилота. Пстыга как мог маневрировал, а пламя передвигалось по крылу все ближе к кабине. Дышать стало тяжело. Крупные капли пота ползли по его лицу. Бомбардировщик терял управление, но Пстыга принял решение лететь до тех пор, пока тянет мотор. Прыгать сейчас – значит бросить своего штурмана. Но вражеские истребители все преследуют. Одна очередь снарядов попала в винт, срезала лопасть. Началась дикая тряска, и самолет, потеряв остатки управления, пошел к земле и рухнул брюхом на овсяное поле, подняв тучи пыли. Мессершмитты, видимо считая, что покончили с советским экипажем, улетели, а Пстыга вытащил своего умирающего друга из самолета. Разорвав гимнастерку и жерстяной свитер, он обнаружил на его теле 12 пулевых ранений. Угнетенный без помощи что-либо сделать для своего друга, Пстыга крикнул, «Не умирай, Сашка! Потерпи!» Но Дементьев скончался. Иван Иванович поджег остатки самолета, а своего друга похоронил уже на следующее утро. Отыскал сухое место для могилы, чтобы и в проливные дожди ее не заливало. Возле одинокого дерева на краю овсяного поля руками выбрал землю, обмыл лицо Сашке, поцеловал его в холодный лоб, закутал гимнастерку и засыпал землей. В бессильной злобе к врагу и терзаемой мыслями о произошедшем, Пстыга отправился на восток, где уже занимались зарево-пожарищ.